Всем привет! И сегодня мой самый радостный день в мире, так как мне прислали вот такую вот здоровую посылку. Но перед тем, как её открыть, я вам хочу сказать маленькое, так сказать, предусловие. Это моя вторая дорогостоящая посылка, которую я покупаю. Первой была вот такая вот видеокарта. И то, что здесь лежит видеокарта хорошего качества, то есть с ней ничего плохого не произошло, она нигде не помялась, и то, что она уж точно не бракованная, я был уверен. А вот то, что лежит в этой посылке, и всё ли здесь хорошо, это мы сейчас с вами и узнаем. Опять же, воспользуюсь ножом, который спёр с кухни. Давайте будем вскрывать. Если честно, я очень боюсь. Я буду прям надеяться, что здесь лежит товар нормального качества. Ну давайте будем вскрывать, так сказать, нашу упаковочку и смотреть. Я очень сильно волнуюсь. Кто не знает, я её заказал с сайта Алиэкспресс. Ну давайте уже наконец-то достанем эту упаковочку. Вот она, вот она, вот она моя любимая камера. Господи, я не могу, я сейчас заплачу. Подожди, дать не успокоиться. Так, ну что ж, я так примерно успокоился. Что мы видим? Это экшн-камера под названием GIT 2 PRO. Давайте сейчас откроем эту упаковочку, посмотрим, что у нас внутри. Затем я поменяю ракурс камеры, будем детально это всё рассматривать. Вот так вот это дело у нас всё открывается. Это нам нафиг не надо. Самая волнительная часть. Я открываю. Ого, господи, вот она. Вот она, посмотрите, какая малютка. Ой, господи. Какой-то сразу же шнурочек бросается в лицо. Это, наверное, для зарядки. И господи, бля, я не могу. Вы посмотрите, какая же она маленькая. Ой, ты прям кроха такая беззащитная. Ой, ладно, посмотрим её поближе, когда я поменяю ракурс камеры. Отложу пока вот сюда. Достанем вот эту упаковочку, точнее коробочку. Как видите, здесь у нас всё было засунуто в такой вот поролон. Это мы тоже убираем в сторону. Так, нож подвинься. Давайте посмотрим, что у нас вот в этой. Я прям не могу, чем-то пахнет. Это запах, он не очень как бы едкий, но он не противный. Не подумайте, он нормальный. В общем, здесь у нас вот такие вот, вот такие вот, нифига себе. Вот такие вот разные прибамбасы. Ну и давайте я поменяю ракурс камеры. Будем на это всё смотреть поближе. Так, ну что ж, начать бы я хотел, конечно же, с камеры. Это самое важное. Это всё отложим подальше. Давайте будем смотреть на неё. Как видите, она приехала в аквабоксе, который отличается от многих. Как всем известно, а может и не всем, в общем, аквабоксы, они обычно открываются как-то вверх или вниз. Здесь это сделано по-другому. Так, видимо, это нам надо зажать и повернуть. Так, вот и наш аквабокс открылся. И достаем нашу малюточку. Господи, она такая маленькая, я прям не могу. Здесь плёночка. Оооо. И там ещё одна. Сейчас, сейчас открою. Ооо, прям хорошо, я не могу, блин. Она такая маленькая. Здесь у нас тоже плёночка, блин. Давай с этой стороны. Ооо, я прям боюсь её заляпать. Также, как видите, у этой камеры есть экранчик. Но, о этой камере, точнее, о характеристиках, обо всём я расскажу уже в дальнейшем. Отложим её в сторону. Посмотрим, что у нас здесь с аквабоксом. Он также идёт в какой-то плёнке. Господи, здесь всё плёнкой просто заклеено. Так, отцепись. Это мы в сторону отложим. Аквабокс, я надеюсь, так сказать, водозащищённый. Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я. Вот так это дело всё закрывается. Здесь у нас тоже плёнка, блин. Давай её тоже снимем. Ну, выглядит вроде довольно-таки хорошо. И, по-моему, качественно. Так это, чтобы повесить её на какое-нибудь, наверное, крепление. Но это всё потом. В общем, самое главное, конечно же, вот эта камера. Давайте будем её тогда откладывать в сторону и разбираться с другими пакетиками. Так, здесь у нас такой вот шнурочек с непонятным для меня разъёмом. Ну, конечно же, вы все знаете название этих разъёмчиков, но я их запоминать не буду. В общем, я так понял... Ага, это HD у нас разъём? Или USB? По-моему, всё-таки... Нет, это у нас разъём USB, при помощи которого, я так понимаю, мы можем заряжать нашу камеру. Так, ну хорошо. А знаете, что я сейчас вижу? Я вижу, что моя камера, на которую вот я снимаю, она сейчас садится. Давайте мы быстренько посмотрим вот на этот шнурочек, и я пойду её заряжать. Ну, в принципе, обычный шнурок. Что тут на него смотреть, вы скажете. Ну, мне, например, интересно, какая у него длина. А длина у него... Ну... Ну, где-то, наверное, полметра. Я не знаю даже, как вам показать. Вот один конец, вот здесь у нас другой заканчивается. Ну, в принципе, да, наверное, где-то полметра. Даже... Ну, да, наверное, где-то полметра. Как раз, ну, где-то 50 сантиметров или 45. Я точно не знаю, в общем. Давайте я сейчас поставлю вот эту основную камеру на зарядку. Ну, для вас это пройдёт буквально вот прямо сейчас. Так. Ну, что ж. Давайте перейдём дальше. Что мы видим? Это маленькая крышечка на нашу камеру. Она, кстати, очень даже, я думаю, пригодится для того, чтобы перевозить эту камеру, так сказать, в безопасности. И не переживать за сам, так сказать, глазок. Дальше, что я вижу, довольно-таки важную вещь. Так, она уже даже порвала пакетик. Это, по-моему... Ну, ладно, давайте тогда вот отсюда и откроем. Это такой, даже не знаю, как назвать, рамка для этой камеры. Давайте сейчас попробуем вставить её сюда. Так, вот, вроде налезло. И она нужна для того, чтобы насадить, так сказать, нашу камеру на какой-нибудь штатив. Например, на тот, на котором у меня сейчас держится эта камера. Очень полезная вещь. К сожалению... Ой, достать отсюда это всё дело сложновато. И у камеры нет резьбы, так сказать, для штативов на самой камере. Но для этого и положили вот эту штучку, которая очень даже важна. Так, давайте будем открывать тогда вот этот вот пакетик. В нём, я так понимаю, крепление разнообразное для велосипедов, там, на голову или ещё куда-нибудь, там, присоску на стекло. Ну, в общем, я не знаю, что здесь. Сейчас мы вот так вот всё это высыпем и будем разглядывать. Так, первое, что я вижу, это крепление для аквабокса. По-моему, оно, наверное, вместо вот этого, вот этой вот платформы ставится сюда. А может и нет. Так. Ну, в общем, вот такое вот крепление с резьбой. Не знаю, для чего используется, для чего оно используется. Так, давайте тогда будем открывать следующий пакетик. Здесь у нас вот такие вот плиточки и вот такие вот пластиночки, наверное, с двухсторонним скотчем или как это называется. В общем, для чего-то это нам дело тоже понадобится. Вот такие вот здесь есть крепления. Не знаю, для чего это всё надо, но если, я думаю, сесть и хорошенечко подумать, запариться, для чего же это всё нужно. Блин, оно даже не вставляется сюда. Я думаю, здесь можно разобраться. Вот это я знаю, для чего это нужно. Нужно, нужно это крепление для велосипедов. Ну, вот, это всё, что я знаю. Единственная такая полезная, я бы сказал, вещичка, ну, для тех, кто катается на велосипедах. Сюда вы, так сказать, продеваете свой руль, ставите вот этот вот аквабокс, вот так. Туда засовывайте камеру и катайтесь. Кстати, мы обязательно покатаемся, но не на велосипеде, так как на улице сейчас зима, а на кое-чем другом. Это вы узнаете в дальнейшем, когда я буду делать отдельное видео про эту камеру. Так, что у нас ещё есть? Вот, вот, вот это крепление я перепутал вот с этим. Это такая штучка. Её также вставляется, она также, точнее, присоединяется к аквабоксу. Давайте мы уже открутим эту платформочку. Господи, какой же здесь длинный болт. Это дело вот так снимается, ставится вот эта бирюбурда. И также долго закручивается. Вот, и уже сейчас мы можем ставить наш аквабокс с камерой на штатив, так как здесь есть резьба. К сожалению, у меня сейчас все штативы заняты. На одном стоит вот эта вот камера, а на другом телефон, который мне подсвечивает. Кстати, в предыдущем выпуске я делал обзор на вот этот штатив гибкий, на котором и стоит мой свет. Ну, по-моему, это всё, что здесь было, хотя нет. А, давайте отодвинем эту всю сторону, камера пусть стоит, она у нас сегодня главный герой. Здесь у нас есть также инструкция, по-моему, да, она не на русском. Ну, здесь разнообразная фигня, это я уже буду сам разбираться, вам это не к чему знать. Или не к чему. Ну, также меня удивило, что здесь есть наклеечки. По-моему, никто не показывал в своих, так сказать, анбоксингах вот этих камер, что им присылают наклейки. Ну, мне прислали. Круто, кстати. Я очень даже удивился. Ну, и на этом я буду, скорее всего, и заканчивать. Вот столько разнообразной фигни мне привезли. Буду разбираться с этим. Ждите, так сказать, как бумага нам не нужна. Ждите, так сказать, уже следующих видеороликов. Насчет вот этой камеры. Ну, а на этом я буду заканчивать. Извините, что видео получилось довольно-таки длинным. Я уверен, что оно будет длинным. Ну, такой уж я. Я не могу рассказать о вещичке, так сказать, в двух словах. Ну, давайте уже, наконец-то, будем заканчивать. В общем, всем спасибо, что посмотрели это видео. Ждите дальнейших роликов о этой камере. Ну, и всем удачи, всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.